Вселенная не сделана для нас Размер этой вселенной не слишком превосходил известное нам пространство Она была не намного старше наших письменных или устных преданий И в ней не существовало мест, которые сильно отличались бы от тех, где жили мы Всю нашу космологию мы подгоняли под знакомые образы Особой изобретательности при этом мы, вопреки всем усилиям, не проявляли Западный рай — это безмятежное облачное небо Ну и ад — внутренняя часть вулкана Тем и другим во многих историях управляют иерархией богов или демонов Монотеисты добавили царя царей Каждая цивилизация считала, что Вселенная управляется аналогом ее собственной политической системы Подозрительное совпадение, но мало кто обращал на него внимание Затем появилась наука, от которой мы узнали, что человек — не мера всех вещей Что существуют явления, выходящие за пределы воображения Что Вселенная не обязана подстраиваться под наше представление об удобстве или правдоподобии Но если мы не столь важны, если мы не центр Божьего мироздания Как это отразится на наших моральных кодексах с их теологическим происхождением? Раскрытию нашего истинного места во Вселенной был дан такой долгий и яростный отпор Что следы дебатов тех времен все еще не стерлись До сих пор попадаются узнаваемые аргументы геоцентристов Итак, а для чего же нам на самом деле философия и религии? Что это? Палеотив? Лечение? Утешение? Нужны ли нам обнадеживающие сказки? Или важнее понять реальное положение вещей? Пугаться несовпадения Вселенной с нашими пожеланиями — это же смешно? И сокрушаться об этом взрослым людям, казалось бы, не к лицу Но существует изящный обходной путь Вместо явно бесполезных упреков в адрес Вселенной Можно возлагать вину на методы ее постижения То есть на науку Наука объяснила, что мы склонны к самообману И поэтому целиком доверяться субъективным представлениям нельзя Наука изучает природу, и ее выводы не всегда подтверждают то, что нам бы хотелось Мы знаем, что даже почитаемые религиозные лидеры Как и мы, люди своего времени Могли совершать ошибки Религии противоречат друг другу Начиная от мелочей, например, следует ли нам надевать Или же снимать головной убор при входе в помещение культа Или должны ли мы есть говядину и отказаться от свинины, или наоборот И вплоть до ключевых вопросов Например, равно ли количество богов нулю, единицы, или множеству Живи мы две-три тысячи лет назад Не было бы зазорным думать, будто Вселенная создавалась специально для нас Эта притягательная гипотеза ни в чем не противоречила знаниям того времени Так безоговорочно считали тогда даже самые образованные люди Но с тех пор мы узнали много нового Сегодня защита подобных взглядов означала бы осознанное игнорирование фактов Отказ от изучения себя Нам очень хочется, чтобы в нашем существовании была какая-нибудь цель Но весь наш самообман не помог отыскать такие цели На современности лежит бремя развеянных заблуждений прошлого Мы новички на этой планете Мы живем на задворках космоса Мы выросли из микробов и грязи Мы двоюродные братья и обезьян Мы не вполне контролируем свои мысли и чувства Не исключено, что где-то живут весьма непохожие существа, которые гораздо умнее нас И вдобавок ко всему, мы постепенно превращаем свою планету в помойку И угрожаем собственному существованию Люк под нашими ногами распахивается И мы падаем в бесконечную пропасть Мы блуждаем во тьме И некому нас искать Конечно, когда реальность пугает Есть соблазн крепко зажмуриться и сделать вид, будто мы находимся дома В безопасности и уюте, а падение во тьму — это всего лишь дурной сон Но однажды, преодолев боязнь собственной крошечности Мы оказываемся на пороге огромной, грандиозной Вселенной По сравнению с которой аккуратный, антропоцентричный мирок наших предков Его масштабы во времени и пространстве, его потенциал были совершенно ничтожны Мы пронзаем взглядом миллиарды световых лет Наблюдая Вселенную вскоре после Большого Взрыва И различаем тонкие структуры материи Мы проникаем вглубь ядра нашей планеты и в огненное чрево своей звезды Мы читаем язык генов, записывающий свойства и навыки каждого существа на Земле Мы открываем тайные страницы истории нашего происхождения Мы изобретаем и совершенствуем сельское хозяйство, без которого мы почти все умерли бы от голода Мы создаем лекарства и вакцины, спасающие миллиарды жизней Мы устанавливаем связь со скоростью света и огибаем Землю за полтора часа Мы отправили десятки космических кораблей к 70 с лишним небесным телам и 4 аппарата к звездам Многое в природе пугало наших предков Молнии, бури, землетрясения, вулканы, эпидемии, засухи, долгие зимы Религии возникли отчасти как попытка умилостивить природный хаос Управлять им, пусть и не понимая беспорядочные аспекты природы Насколько было бы приятнее, если бы нас вместо этого поселили в специально созданном саду Населенном готовыми обитателями, которым мы могли бы придумывать любое применение Известный западный миф как раз об этом Задним исключением В этом саду для нас предназначалось не все Там росло одно особое дерево, прикасаться к которому нам было нельзя Древо знания Знания, понимание и мудрость, согласно этой истории, находились под запретом Нас планировалось держать в невежестве Но мы не смогли устоять В нас сильна тяга к знаниям Можно сказать, первозданный голод И это оказалось первопричиной всех наших бед В частности, из-за этого Мы больше не живем в саду Мы слишком много узнали Пока мы были послушными и нелюбопытными Мы, наверное, могли утешаться, считая себя центром мироздания Утверждать, что Вселенная была создана специально для нас Но когда мы начали удовлетворять собственное любопытство Исследовать, узнавать, какова Вселенная на самом деле Мы изгнали себя из рая Ангелы с огненными мечами стали стражами у райских ворот Чтобы не дать нам вернуться Садовники стали беженцами и бродягами Иногда мы грустим о том потерянном мире Но мне это кажется слезливой сентиментальностью Жизнь в вечном неведении не принесла бы нам счастья Во Вселенной много вещей, которые кажутся кем-то созданными Но вновь и вновь мы убеждаемся, что естественные процессы Такие как отбор сталкивающихся небесных тел, например Или естественный отбор внутри генофонда И даже конвекционные потоки в кастрюле кипящей воды Могут порождать порядок из хаоса Заставляя нас видеть мнимый план Там, где его нет Лишь наши знания и мужество Определяют значимость нашего существования на этой хрупкой планете Смысл нашей жизни в наших руках Нам, человечеству, хотелось бы иметь родителя Который заботился бы о нас, прощал наши грехи Спасал от наших ребяческих ошибок Но знания ценнее невежества Куда лучше принять нелегкую правду, чем жить Утешительной сказкой И если нам необходима цель вселенских масштабов То давайте отыщем себе достойную цель Озвучил Рамбл специально для группы движения Дух Времени Продолжение следует... Продолжение следует...